Приветствую друзья на канале про геймер телевизион с вами Сафир 3 тройки и у нас сегодня выпуск 30 минутка и речь пойдет о игре Гран Туризма. Это первая игра из серии Гран Туризма разработана японской студией Полис Интертеймент, ныне Полифоний Диджитал и выпущенной компанией SCI 23 декабря 1997 года на платформе PlayStation. Американский релиз тогда состоялся 30 апреля 1998 года, но в России мы эту игру получили именно в японском издании и это было в январе 1998 года. Разработчики сумели найти золотую середину между аркадным симулятором, несмотря на явную аркадность. Гран Туризма обладает довольно тонкой физической моделью. Без преувеличения можно сказать, что игра открыла двери жанру реалистичных автосимуляторов на консоли. Игра включена в число лучших игр всех времен и платформ интернет-порталом GameSpot. Вот так вот друзья. Ну что ж, Гран Туризма, поехали! В данный момент мы смотрим именно американскую версию и у нас тут ролик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Европе мы получили соответственно Игру с американскими саундтреками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 1998 году Это первый раз увидел Я бы сказал Вот это графика Да и хочу сказать Приуроченные аналоги Это один из тех симуляторов Который их поддерживает Первый Машинка конечно Немножко не сухой Кабины у машин не было Моделей повреждений Здесь тоже нет Но здесь есть Совершенно потрясающая система Прокачки автомобиля Для того времени это наверное Одно из лучших Обалдеть Слушайте Слушайте Ну треки вот эти Они просто все портят И поэтому мы играли в японские версии Так здесь можно смотреть назад Автомобиль вообще сделан потрясающе Все модульки на Сразу напомню что Это у всех Сделаны с настоящих автомобилей И соответственно Давайте мы выйдем здесь Потому что особо так смотреть нечего Тут можно посмотреть Реплей Реплей здесь в этой игре просто потрясающие Они всегда были потрясающими Гран туризма Но все началось как говорится с этой версии В последующих серии игры Даже можно сказать на PSM Мы уже иногда путали реальность И саму игру Да, камера вообще просто потрясающе смотрится со всей трагузи И так Можно мы приключать Очень жаленько все сделано Все это, ну блин Опять же, саундтрек просто оставляет желать лучшего Итак Так, давайте мы, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, наоборот, здесь немножко кнопки все перепутаны. Итак, симулятор мод, собственно говоря, вот оно, гран-туризма наша. Это самая интересная часть этой игры. Здесь у нас представлены марки автомобилей, наш гараж. Вот, лицензии. Лицензии, я сразу вам скажу, это у нас допуск к разным гонкам. Итак, давайте мы начнем с вами. Почему начать с Мицбита? У нас здесь есть как новые автомобили, ну, соответственно, мы будем говорить, что это новые автомобили на то время. Это у нас 98-й год. Офигенная машина, Мицбищ Твин Турбо. Ничего не скажешь. Одна из самых мощнейших в этой игре. Так, давайте дальше смотреть. Опять же, Мицбиши. Можно посмотреть. Used Cars. Так, можно продать свою машину, а можно купить. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. У нас 10 тысяч, и что мы можем купить? Вот, смотрите. GTO 92. Я, конечно же, ее и куплю. Еще и Твин Турбо. Объясню почему. Потому что не все так здесь удачно бывает. О, а вот это японский звук, точно. Так, отлично. Мы купили себе машину. Далее. У нас есть также Special Models. Это машины, которые сделаны в обвесе специально. Уже все прокачано. Все как надо. И у них сумасшедшие цены. Далее у нас есть Rally Art. Это у нас прокачка автомобиля. У нас 1400. И мы даже можем что-нибудь, да, поставить. Давайте посмотрим турбокиты. Они делятся здесь на 4 стадии. Посмотрим, сколько стоит первых. Честно, я что-то не совсем декаю. Детсена. Может быть, мы Реналуна сюда идут? Чем-то кубер пошел. А, слушайте, они вообще ничего у меня повесили в машину. Так. Engine. Мы следующий посмотрим. А, вот цена появилась. 13500. Вот там прайс написано. И, собственно говоря, Current HP Force Power у нас в 2014. После установки будет 2600. 216. 2000. У меня уже зашкаливает. Балансировка. Смотрите, даже установка компьютера помогает нам больше, чем балансировка. Так, давайте посмотрим все-таки в турбо. Я что-то не помню. Почему я в турбо нельзя поставил? Что я купил, мама дорогая? В общем, непонятно. Так, давайте еще посмотрим, что мы можем... Во, смотрите, это у нас немножко другая машина. Значит, здесь можно... О, за 60 тысяч у нас будет 327 лошадей. Так, ну, все такое дорогое, мама дорогая. Даже можно шину выбрать. А, опять, что-то стоит. По сути. Ладно, я не думаю, не будем париться. Давайте мы с Силанией сделаем Go Race. Итак, у нас есть разные лиги. Вот, допустим, шинцы лига. Вот здесь написано, какие вот B, A, A, черная, A. Это те лицензии, которые нам нужны, чтобы участвовать в них. Он, кстати, об этом и говорит. Получать лицензии в этой игре, конечно, это достаточно долго. И именно этим я занимался, когда только начинал играть в эту игру. Так, давайте эвенты посмотрим. Эвенты у нас тоже не с лицензией. Посмотрим, может там что-то... К сожалению. Тайминг не оттагрелл надо. Спорт рейс тоже не надо. А значит, давайте мы просто будем получать лицензию. Давайте начнем с B-класса. Она достаточно простая. Здесь надо просто остановиться. Старт-стоп. В Силанией они работают на время. И нам надо проезжать какие-то задания на время. Так, здесь очень важна остановка. Вообще, я в этой игру играл с рулем. А-а-а, если сказать честно. Так. Здесь мы видим финиш, да? А, нет. Нам надо через километры остановиться. Так, скорость 90 миль в час. Блин, нам надо поставить на миле, а нам надо остановиться. Давай, блин, ну вот это я лжонос, конечно. Да, бронзовый приз я получил. Потому что там было самое маленькое время, которое только есть. Давайте, так, Trigen, Tri-Sizen 2. Странно, мне казалось, что я мог нажать Next лицензия, там что-то такое. Ну, почему-то здесь этого нет. Ладно. Так, давайте дальше. Просто хочется попробовать. Попробовать в самом рейсе. Так, здесь опять стартный стопинг. Но здесь уже машина гораздо мощнее. Курбина у нее нету, правда, иначе было бы у нас здесь еще дополнительные индикаторы. Но набирает она пошустрее, хочу вам сказать. То есть, надо липицы нам поменять мили на километры, чтобы было понятно. Так, полкилометра. Где только тормозить, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я проехал. Фак, пролетел, пролетел, все. Да, фейл. Давайте еще раз. Try again. Значит, тормозим, когда прилетаем табличку 900. Когда-то я вообще мечтал об этой машине. Машина просто потрясающая. ПТО. Две турбины. И еще полный привод. 500. 600. 700. 800. 900. Тормози, 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 тормози. Фак, фак, фак. Блин, да, сочетую. Отлично. Еще и Silverprice получили. Ладно. Блин, здесь вот очень долго все так переключается. Прям пипец. Половина времени на этом только теряешь. Так, бейсинг и тернинг. Давайте посмотреть, что это такое. Жалко, что просто нельзя взять и начать гонку. Обязательно должен зайти сюда и, собственно говоря, все пройти. То есть, хочешь, не хочешь, но ты все равно как бы обязан пройти лицензию и хоть каким-то навыкам научиться. Здесь, насколько я помню, другие гран-туризмы вообще можно просто так покататься. Вот первые решили, что надо сделать так. Так, а здесь у нас поворот уже будет. Здесь просто проехать надо. Без тормозов. Давай, 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 давай. 29, я прошел, да. Бронза. Ну, в принципе, быстро идет. Не скажу, что там совсем сложно. Единственное, последний тест, он уже как бы достаточно такой сложноватый. Сложноватый он в том плане, что там целиковый круг надо делать и без одной ошибки. То есть, выезжать за шикану, которая сбоку обочины находится, нельзя. То есть, вот этот тест нам надо пройти за менее, чем за 26 секунд. Как раз в описании там все находится. Вот так напрягается все это дело. На время всегда еду. за knocket. А я, я, я. Не писался. Вписыв Goshul. Наце 21, blake. 23. 24. 25 были носит серебро это сто процентов серебро добро серебро это 23 был до 100 процентов и 2 не ну не 21 наверно в золото в первой части чтобы где-то здесь золото поднять или конечно немыслимо надо но здесь только с рулем играть потому что невозможно то есть на джойстике газом невозможно управлять собственно говоря так здесь 25 покрутим колесики давайте сделайся первым лицом да я прошел смотрите осталось две всего это 3 какой номер то был вроде знаете как вот только купил игру и сразу какой-то от попал но это грантуризм блин заметила сколько так это у нас что у нас похоже на дает супра ах ты поливни это уже все фил да вот я о чем говорю что он пересекает разов блин надо было нажать что за управление дурацкая так будет еще раз но могу сказать что в гран туризм залипали кучу она лучше тогда еще на одном диске в россии появилась впервые на пиратском диске японская версия они собой поменьше колесом на открутить прошли ну на б там вообще как бусина даже на серебро прошло на б как бы все ли соответственно следующее это у нас то же самое только на другой машине опять будет а вот последнее это мне придется полный кружок сделать и как бы не выезжая за шикарные то есть собственно не срезая некие эти 27 почему допустим здесь разные машины даются на лицензии потому что хочу сказать то что у этих машин разный привод кого-то передние и задние полные и они по версии очень по-разному управляются ну да серебро наверное это не так идеально идеально это золото можно сказать и все же ни одного ни одного нету пройденного задания на золото это ад final test кстати очень большой и насколько помню по прохождению лицензии после прохождения всех тестов мне суммируется все время и дается какая-то машина да здесь уже полный круг надо это у нас honda наверное не видно разрешение не позволяет смотреть аналоги конечно я не посмотрел какое время опять выпустил монет даже если я врежусь об стену со скоростью это уже будет считаться не за чем но кружок этот маленький поэтому я думаю мы быстро проедем тут как раз именно все те повороты которые я думал что здесь это не как раз и по-моему мне тут два круга надо сделать возможно а можно что я думаю а блин только не сюда Драгоценный газ пришлось сбросить Боялся, что машинку несет А, да, я прошел, все И вот здесь, друзья, зашибись На бронзу прошел Так, у нас есть Б-лицензия А теперь у нас еще будет подарок в виде автомобиля Блин, во всех же частях была Скорее всего, с этой же пошла Я точно не помню, не скажу Обделили меня, вот гады Выходим туда отсюда Да, это значит, не в этой игре Итак, теперь мы можем GT-лигу Давайте посмотрим, вот видите Ох, горит, значит мы здесь можем ездить Так, Sunday Cup Три гонки Давайте посмотрим У нас еще есть 9 минуток Пока у нас тикает таймер Так, старт квалификация Давайте ключик отсюда пройдем А, хотя нет Ну ладно Обалдеть, какая маленькая эта трасса Блин, еще и в кассу проходим Еще сумма сошли что-то Ну да, мой ГТО вообще никакой Я не еле ползет Ох ты, блин Ну вот полноприводные Да, здесь с заносами На полноприводе заносы Из них очень сложно выходить Если к переднему Либо заднему Ты понимаешь, что куда руль крутится А здесь уже только пыло По обстановке Как машину поймаешь Ну, у нее резвый двигатель Хочу сказать Так, мы прошли Куртикацию И так Ой, как классно Я самый худший Отлично, ладно Старт рейс Поехали Постоянно спрашивают Мануал или автомат Зачем прокрутить полификацию Если он с 6-го места Может без него Я даже понял Обалдеть Я вообще еле-еле их вообще догоняю Ай-яй-яй-яй Самая первая трасса Самая первая гонка Говорят Нет, я догоню квадратные Ой, блин Чего же ее так пронесет Ай-яй-яй Первая А мы по кругу себя проехали Смотри Не понравилось мое время Фак, я его ударил Как ты веришь Да, еще надо заметить Что-то за него И оно работает Давай-давай, я первый Хорошо Это что за несправедливость такая Какое разочарование За второе место мне должны дать Бонус очки Next station Причем если вы видите Когда я нахожусь в гонке Я уже не могу быть тем менее Нет Скипполь Время только терять на димплификациях Это именно кофтрек, где мы проходили кульфикацию И все Давай-давай-давай Здесь поблажек от компьютера никаких не будет Охренеть, они уже там борются за место А, не-не, он, кстати, просто, чтобы сократить круг Ах, снизу едет Настя, пока не взял Ай-яй-яй-яй-яй Этот круг будет мой Ау, блин Ну все-таки, куда-то сюда Уже близко Блин, уже близко Блин, уже близко Ай-яй-яй-яй-яй, блин, и по тому радиусу прошел Да, у меня прям полста держит Да, у меня прям полста держит Но я быстрее Не так слышу Хотя там есть такой же, что Блин, блин, тут нет Одна маленькая ошибка, пожалуйста Вон она уже сзади Почему на самом деле ее можно назвать еще и обкатной? Потому что я могу с помощью стенок заворачивать, что я... Чем я тут, конечно, и пользуюсь Потому что если бы вы сделали подобное в первой Форзе Ваша машина бы развесилась в дребезги Из-за этого полный симулятор она, конечно, не завершит Но все равно она, вообще-то наша серия, просто первоклассная И мы все есть нетерпление Мы ждем сезон, что это гран-туризм Хотя нам, конечно, сначала обещают гран-туризм и спорт Давай-давай Ну что ж Мы на первом месте И нам В следующей гонке Это будет последняя Нам надо кровь из носа прийти на первом месте Сколько за первое место? 2 тысячи, нет? 3 тысячи Ни хрена себе! Я просрал в первой гонке Охренеть столько 2 тысячи просрал Если что приехал Не первым Так Квалификацию нахрен Время только, блин, упустилось Так Старт рейс Yes Да Надо посмотреть, что у нас за трасса сейчас будет И Вперед Вот это дело, первый театр У нас сейчас заканчивается и скоро время, но Я думаю, не беда, мы немного продолжим Хочется посмотреть, что я на эти деньги куплю И показать просто какие будут улучшения Еще раз пройтись по компаниям, которые продают автомобили И показать, что там есть Зеленый очень сложный такой персонаж И он очень наград здесь Поэтому мы его портанем Фак, зачем я это сделал? Думал, что он летит вперед А кажется, нет Ладно, сейчас еще какой-нибудь Выключимся из этой истории Ладно, сейчас что-нибудь Ой-ой-ой-ой Сейчас опять трасс Ой-ой-ой-ой ой, шутка не проедет ах ты блин давай быстрей набирай у меня даже машина вообще мне показалось это была футбольба вообще не могу сказать да да это футбольба квадратный хотя нет, опять квадратный так, у нас кончился таймер я думаю, что это ничего страшного мы его просто уберем у нас последний круг и я второй здесь очень сложный поворот поэтому лучше не хитрить так блин, ни хрена себе хитрить хитрить блин, аж так вошел так, ладно Первым приехать уже не надеюсь Давайте хотя бы каким-нибудь приедем Вторым Очень надеюсь приехать вторым Вторым, блин Мою мать У меня же руки даже вспотели Да блин, ну что ты Где ты едешь? Я до сих пор шестой А, ну блин Нет, друзья, слушайте, давайте эксит сделаем Это, конечно, не то Могу ли я повторить эту гонку? Пожалуйста Ах ты блин, я ее установлю Ладно, потом сейчас сделаем по-другому Но все равно ее проедем Потому что если я не выиграю гонку Это будет очень плохо Так, сделаем вот что Ралли арт Трансмиссион нет, не надо Давайте в энджин зайдем Так, вот У нас есть пять штук Так, вот с тобой У нас 233 Теперь просто я вам покажу Что будет с этой машиной Жалко, что здесь нельзя выходить Но сейчас ситуация изменится Баню Баню Еще тут есть Супер мягкие шины Вот я могу сказать, что супер мягкие шины Это, можно сказать, чиперство Они очень быстро стираются, но они того стоят Теперь смотрим, как у меня стартует машина Изменений, конечно, не так много Наверное, шины надо было купить А не какой-то двигатель Хотя, наверное, она просто набирает получше Да-да-да, она пошустрее стала Я ее прям чувствую Просто так обошел Поворот сложный Отвоим машину Действительно летел Так Тормажем вперед Давайте, давайте, слушайте Ну, это, ну, сейчас быстро все пройдет Блин, слушайте Вот когда я прям заворачиваю Ну, нельзя, да, на тормозе Нажимать и руки Самое страшное Для всех водителей Когда за реальной машиной ездишь Никогда так не делаешь А вот почему-то закрыть И начинаешь это Засранец, прям сзади Пишет мне вот Зак Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не вот что это такое нифига себе и второе место стежей блин такая же ситуация как и тогда было а купить варши что ты купил шняга я их могу делать только напрямую при поворотах короче проблема у меня машина очень сильно сбрасывает мощности не хватает а у них вообще как все нормально приют странная газ сейчас не отпускал давил до последней сейчас очень аккуратно не чувствуется да что машина приобретаем стал да 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 прям да на прямых я их все делаю а вот да суворота не проблема вот так и называется аркада он всем тебе бежишь и поворачиваешь хотя блин опять эта гнида сзади меня пишет в спину вот так и называется аркада да он лучше не отрагивается к стеной потому что скоро существует не потеряется давай 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 да но я от них напрямых просто улетаю 126 минут часа 200 километров 216 у нас так удар блин А теперь, ну да. Да, лучше на тормозе уже, значит, не парится. Деньги здесь остаются очень сложным и дежелым трудом. Лучше не повелось. А теперь сейчас будет тот проклятый трек, который мы не могли проехать с вами. Вернее, мы его проехали, но его просто не выбросило. А потом я покажу, что бывает, когда машина полностью играет, если это возможно. Но и нам новой рекой не нужен. Ну, рекорд, новый рекорд, ну да, точно. Прирост явно есть. Necessation. Квалификацию мы опять пропускаем. Нахрен. Так, start race, start yes, автомат, все нормально. Должно съесть, должно все получиться. И все получится. Поехали. Да, мы яма быстрее. Явно нам этот клей тут помог. Вот так. А это такая заванная. Спать. Пошел. Ой, 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 ой. Это... Это не то это с утра. Это фона какая-то. Видишь, что там не спина. Давайте, давайте, давайте. Признаете. Должна быть. Дружок еще. Пожалуйста. Только сейчас надо рассчитать правильный поворот и затормозить. И вся фишка в том, что тормозить... Крутить рулю не нельзя. Поэтому здесь надо... Гарантия, как сомнительный. Ой, 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 ой... При чем это синяк? Извините, я же еду на ГТО. 92-го года. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать, что это? Твою мать. Ну ладно, на таком месте придем, на таком придем, ладно. Ты же ничего не сделаешь. Ладно, пока все нормально. Теперь надо съедиться с дорогой и глупости не делать. Вот. О-о-о! Ух, блин, как, у меня шлюки спотели. Прямо вообще. Так жестко. Соответственно, здесь в сумме будут учитываться общие очки, и победитель будет назначаться у кого больше. Соответственно, так как я два раза пришел на первом, а эти раз на втором я победил, в данном случае. Да, вот у меня плюс 9, и, собственно говоря, у меня 24, и у ближайшего моего компонента 18. Так, первое, во-первых, я получаю бонусные крезиты за первое место в этой гонке, а во-вторых, я получаю еще бонусные крезиты, и автомобиль, возможно, не помню, дают его так или нет, 15 штук я получил. Да, я чемпион золотой пыль. Да, и у меня новая машина, друзья. А чтобы посмотреть новую машину, мне надо просто зайти в гараж. Ну, так вот мы получили, а, собственно говоря, и венты у нас еще, а, у нас тут есть и венты. Вот с этим и вентах здесь, смотрите, переднеприводные, заднеприводные, полноприводные и легкий вес. Здесь уже как бы у вас идут градации в гараж. Вот, смотри. Это Демио Аспект. Кстати говоря, по-моему, это Мазда. Здесь Пазда. Как понять, что это за марка автомобиля? Или Демио? Ну, то есть, я не знаю, что это. Так, соответственно, идем опять Mitsubishi, Rally Art. Выбираем машины. Смотрите. Здесь написано Front Rear. То есть, мы можем впереди поставить такие, сзади такие. Здесь мы ставим Soft Soft. Стоит это всего 7000. Мы ставим. Нет, так. Здесь мы дальше. Нам нужны тормоза. И так это ставим. Почему тормоза? Потому что, честно сказать, будет полный ад на машине, когда, наверное, тормоза встают. А здесь, наверное, 12000 уже. Я вам просто сейчас покажу, что будет с машиной. Мы зайдем в ту же гонку и просто проедем тот ненавистный трек, который мы не могли проехать. Ну, то есть, если тут вообще знать, что за машина, некоторые машины здесь можно грейдить вообще до бесконечности. И почему, допустим, симулятор лучше, чем аркада? Потому что в аркаде нельзя устанавливать детали и запчасти. Здесь же это можно. Смотрите, у меня стоят при... Ну, как бы, тормоза, но они роль не играют. Но потом я стою на лучшем. Вот преимущество они дают просто. Посмотрим. Никакого. Че-то я расслабился, что ли, или что? Ну, ладно. Не, просто машина очень под рукой управляется, я вам честно скажу. Мне просто не надо нажимать на тормоз. Ой, я ему дал этот заряд импульс энергии, он стал ехать быстрее. Испо это игре была сетевая игра. Можно было так свой компонент прокачивать. Смотрите, на какой скорости я прохожу эти повороты. Ну, то есть, полный ад. Блин, вообще просто нереально. Тормозить в ноль на них нельзя. Я не отпускаю газ, я просто начинаю поворачивать. Не отпустил газ, это уже просто рефлекс. Нет, шины делают вообще-то. Наверное, фак, 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 как я говорил. Здесь я просто влёгся, вообще, честно скажу. И отпускаем газ, и едем просто. Пожалуйста, я наберу место. Исправил свою ошибку, и получил здесь золотое место. Ну, вот, собственно, то, что я и хотел показать. Так, репорт нам не нужен. Здесь мы получили очки. И просто мы сейчас покажем, как вообще грейды влияют на всю эту игру. Так, давайте, значит, выйдем. Так, выйдем мы сейчас в основное меню. Так, стоп. Меней не нужно. Нужно вообще. Нужно вообще выйти, черное грузит. Давайте. Exit чемпионат SHIB. Так. Так, мы в этом меню. Ну, опять же, чтобы мне это сделать, мне надо, конечно, игру взломать. Итак, друзья, в качестве бонуса мы запускаем японскую версию игры. Теперь просто сравним даже атмосферу и музыку, которая в этой игре. Здесь будет поставлена классическая тема. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделали для своей игры намного лучше звуковое сопровождение, чем американцы и европейцы Испортив тем самым атмосферу игры Даже музыка в меню и... Да, музыка в меню другая Так, давайте посмотрим Так, ну что ж, давайте посмотрим Здесь я тоже сделал сразу небольшие коды, чтобы получить все денежки У нас сейчас нет никакого автомобиля Что касается лицензии, по-моему, они все пройдены Все открыты Это сделано для того, чтобы сразу посмотреть гонки Давайте здесь зайдем Кстати, игра достаточно играбельна Потому что под каждым японским названием здесь есть американский английский язык Хотя не всегда понятно Если помните, там ГТО 98, оно с герогиками То есть, ну, не совсем понятно Так Давайте просто посмотрим Давайте прокачаем машину И посмотрим, что же будет, если Если установить на машину абсолютно все Так, здесь я напоминаю, что цена у нас идет в иенах Поэтому на тысячи такие не смотрите И, собственно говоря, вот переходом у нас показывается Сколько у нас именно хорс-пауэр, именно лошадь, машина становится Может быть, 500 тысяч иен за тормоза Ну, ладно, давайте Напомню, это 97-й год, курс То есть, с учетом инфляции, там, она большая цена огромная Так, engine Так Здесь она сейчас будет 358 Объясню, почему я взял именно эту модельку сейчас Потому что на нее можно надеть турбины Я надеюсь Да, на нее можно будет надеть турбины А вот бензиновые киты мне уже обид не везет Но музыка, она просто шепчет здесь Давайте изменим коробку передач Ну, тут потрясно все Очень, мы видим Тройная передача Тройное сцепление, да Спортивное сцепление Вот же рейсинг сцепление Так, поставили, да Уэри И карбоновый кардан Все это уменьшает вес нашего автомобиля А теперь самое вкусное Это у нас интеркулер Здесь мы его ставим Рейсинг Смотрите, 374 у нас превращается в 396 лошадей А теперь самое интересное Мы берем последнюю стадию турбонадова И смотрим, что у нас 958 лошадей было После того, как мы установим Автомобиль превратился в танк Так Очень жесткие спортивные рейсеры По настройке мы их делаем очень жесткими На перед и назад В принципе, да Здесь только, знаете, описание пострадало Японской версии игры Но здесь Настроение по-моему такое хорошее Шины станет супер-софт Так Облегчение конструкции автомобиля Вменьшит бомбес Его можно делать только постепенно То есть с первой по третьей стадии По очереди, скажем так Так И Здесь у нас чисто ностальгия уже Почему? Потому что я запомнил, как у меня был автомобиль У меня был и зеленый, и синяя была машина В этот раз я выберу синий Цвет какой-нибудь Бледно-голубой Уфигенно Спортивная расстаска Все у нас установлено Теперь у нас машина-монстр Давайте мы зайдем Помоем ее Интересно, да, что есть такой тест А, стоп Да, мне же надо проехаться, чтобы помыть Так, машина-тест Тест от нуля До тысячи А, тысяча метров То есть один километр Если помните, по лицензии Я тоже проезжал именно это расстояние И Там были нетурбированные автомобили Давайте уже просто посмотрим Как у нас машина Отличается от того, что было Слушно, как двигатель там шевелится А вот здесь у нас уже километры в час, кстати говоря Смотрите, как быстро она набирает Лучше вообще какое-то Обалдеть 300 километров в час 340, 350, 360 За 15 секунд проехали именно в участке Да, этот автомобиль нам подойдет Да, музыка здесь просто потрясающая Еще раз скажу Так Мы на самом деле проехали по треку Может быть, можно его помыть Или нам надо поучаствовать в гонке А, нет, нельзя Надо ее еще сильнее загрязнить Так, давайте гоу-рейс Давайте мы опять же В Лигу Б засунемся Просто посмотрим ее Посмотрим наше преимущество Перед теми, с кем я ездил Что такое турбированный автомобиль Почему нам надо делать это все Квалификацию мы пропускаем С другой стороны, смотрите Приставка PlayStation не поддерживает Лицензионные другие регионы То есть, если бы у нас не было пиратства Мы бы никогда не увидели Японских версий игры Так, ну ладно Будет на треке У нас новая тачка Старая Вот так вот Как ракета просто пошелся Тормозим, тормозим У нас здесь супер-шина У нас здесь И блин, сейчас что Управляется Даже с этим супер-шином У нас здесь Двигатели столько мощей Чтоб просто колеса Продучиваются Здесь столько надо играть На руле с подальными Потому что Ну просто невозможно Даже когда кнопку нажимала Машина просто не управляет Управляется Скажу даже больше Что Для каждой гонки Машину можно вообще Настраивать Заключать деньги Ну Фичи, которые я поставил Ну здесь понятно Да То есть В принципе Даже на круг сейчас догонит По сути, не воряю Вот такой Выходим Отсюда Давайте сейчас зайдем В какие-нибудь Серьезные гонки Где действительно Нам требуются Такие машины И просто посмотрим Что будет Так Это у нас GT World Cup Давайте посмотрим Эвенты Ну да GT World На воде А вот здесь У нас уже Более серьезные Автомобили Ага Sunday Cup Лапа Он ругается У нас на что-то Ладно Давай с тобой Так Вот смотрите Чинингованные Автомобили К сожалению Единственное Ничего Непонятно Что-то Меня хотят Но я Так Подрезрываю Что Моя машина Не подходит Ну вот Видимо К какому-то Состязанию Все подошло Игра Решила Почему-то Повиснуть А не Они Повисли Не Ладно Что-то Серый Экран Был Ну ладно Так Трансмиссия АТ Теперь Вы можете Посмотреть Что У вас Видно Схема автомобиля Снизу На значке Да Слушайте Я даже здесь Мощнее всех Машина Совсем безумная Кстати Очень красивая Транса Она есть Во все Аберант Туризма Вот Синие колеса Означает Что они Не прогреты И Болевен Слушайте Вообще Тормозить Нереально Да Слушайте Вообще Поосторонне Поворот Иногда Избыточная Мощь Вредная Для автомобиля Но Еще Я могу Сказать Слушайте У меня Шина Она Не Прогрета Поэтому Нам Надо Ох Это Блин Смотрите Здесь написано 30 кругов Надо проехать К сожалению С такими Шинами Я 30 Кругов Не проеду Поэтому Здесь Есть Пицтота Но Так как Я думаю Что я Один Ежу На таких Мягких Шинах Соответственно Я Один Буду Зрешать Пицтота Все Остальные Наверное Блин Я буду На карту Открыться Да Очень Серьезная Касса Прямой Чуть Происходит Наши Колеса Зеленые Стали То есть Они прогрелись У них Хорошие Состояния Знаете Я че-то Нажимаю На тормоз И у меня машина Главная Пишет Открыли 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 Да Здесь Открыли Небага Бах Блин Спор Jabal Ты Я бы уже давно разлетелся На честь такого удара Просто хочется шины испортить и смотреть, что будет. Но на один круг мне хватило. И я с радостью их сразу обгоняю. Не знаю, по стеночке так проехать, потому что другому это невозможно. Ну, и, блин. Опять именно на этом же участке. Блин, здесь только с рулём играть вообще невозможно. Колеса у нас пока зелёные. Кстати, мунициплис Эволюшн, по-моему, впереди ехали. Даже у него нет, что там вообще есть пункт. Турберова. Нет, это, кстати, есть пример, когда он очень избыточный здесь. Может, так попроще будет. Я просто не вижу, куда я еду. Кстати, красная подказывает нам нагрузку на колеса, с какой-то стороны. На какие колеса она идет. Там она сильнее, чем обычно. Давай, слушайте, она вообще очень долго разгоняется, хочу вам сказать. Можно было просто купить машину, чтобы всё сбалансировано сразу. Так, давайте в битстоп заедем, чтобы послушать что-то будет. Так, вот они меняют колеса. Тут 30 кругов. Колеса опять поменяли за пару секунд. Дальше продолжаем. Здесь всё понятно. Давайте посмотрим какие-нибудь эксклюзивчики. Те машины, которые нельзя купить в некоторых магазинах, а их надо выигрывать. Соответственно, их дают за золото. Так, это вот, я говорю именно об этих машинах, которые вот Special Cars стоят 50 миллионов йен. Нормальная цена. Toyota, это, конечно, Toyota Supra. Ну, конечно, тоже прикольно. Honda, Type M-R, NSX-R, да, тоже. Ну, своего рода машина-легенда. Это Chevrolet американский. А у них нету Special Cars. Вообще, если мне так много представлено, на корветы на них едет просто нереально. Subbaric. У всех японцев представлено, хочу сказать. Ну, тут, конечно, Impreza, Rally Edition, Impreza RX, скорее всего, версия. 593 лошади у меня. Nissan. Nismo GT-R LM. 640 лошадок. Плохо. Mazda. RX-7. Конечно, это модель того года, она что-то еще продавалась. Пока не вышел RX-8, был хритичный, или там, окей. Потому что машина тоже прелесть. Что у нас тут есть еще? О, ТВР. Кстати говоря, это английская. У нас компания. Что она там представляет? Ну, здесь чисто эксклюзивные машины. Да, и они, по-моему, все, в принципе, на одно лицо. Астон-Мартин. О, здесь такая музыка, прям. Да, здесь только ДБ-8. Ой, ДБ-7. 15 лямов стоит, кажется, вообще. За 340 кушадей. Так, японцы хотели показать, что у них машин намного мощнее. Давайте посмотрим, если мы можем помыть машину свою. Что мне нужно сделать, чтобы помыть машину? Давайте в Эвензе идем. 4. Проедем просто. А, слушайте, я же хотел купить машину, да. В принципе, я думаю, что мы машину не помоем, пока не проедем. Вообще, это 3 круга. Но мы этого делать не будем, потому что это очень долго. Еще один на один стрим потянет. Поэтому давайте мы сейчас купим Special Version какую-нибудь. Давайте мы, наверное, посмотрим все-таки. Ниссан. 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 Давайте мы поставим. Спорт Плейс. Это что такое? Ниссан. Надеюсь, это гонка с оппонентами. Потому что, ну, Тайм Реал это понятно, то есть, это на время. Здесь же все посмотрим. Здесь я, видимо, сам выбираю трассу, но противников выбирают мне под машину. Да, скорее всего, так оно и есть. Ой-ёй-ёй. Так, автомат, коробка. Стой. А, блин, полетели. Да, машина приводковая, как танк. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ох, ты не можешь накрывать. Ох. 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 Да, смотрите, когда у меня более-менее все сбалансировано, она и управляется поинтереснее, чем когда я понапихал в машину всего на полную катушку и при каждом нажатии на газ, у нее колеса проворачиваются, потому что так тоже не должно быть. Да, это интересно. Это, конечно, понятно, соответствует моему автомобилю, но все равно. Да, и, кстати, когда при полном торможении меня не клинет там по две стороны, кстати говоря. На старте она вроде так быстро набирает. Да, слушай, у меня прижимная сила, даже поучше, даже поучше. ПТО. Ярно такая сумма, не просто так забрать. Ну, давай-давай-давай. ПОДЫ. 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 Ярно, весь после одной коньки тоже машине не поменю. Да? Эта игра впервые удивила своим набором автомобилей, и ехать тюнингом сумасшедшим и то что этот тюнинг не просто так, а еще раз и выгревает очень сильно влиятельно на саму денег в автомобиле насколько я себя не знаю но уже верю не-не-не, нельзя туда слушайте, я даже здесь проехал насколько помню, все просили чтобы было повреждение автомобиля в каждой игре но компания издатель и разработчик отвечали всегда одно и то же говорили, что компании, предоставляющие свои автомобили те, которые у нас тут есть не хотят видеть те разрушаются то есть была такая отмазка но, по ходу дела, она уже перестала прокатывать и в шестой части мы увидели какое-то небольшое повреждение автомобиля так, давайте мы даем карвашу ну, мы не можем помыть, потому что у нас не грязный автомобиль я не знаю, через как он должен быть грязный ну что ж, друзья я думаю на этом мы и закончим посмотрели с вами две версии игры это американская и японская то есть, вам выбирать наверное, какая из них лучше какая хуже а с вами был Сафир Двитройки на канале ProGamerTelevision, всем спасибо и до новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...